Здравствуйте! Как развивались события, получившие, как ни странно, информационные отправные точки всего лишь дату вчерашнего дня, хотя развивались они довольно давно? Сейчас поясню, о чем речь. Не такой мутный заход, тем не менее, сейчас разложим все по полочкам. Я надеюсь, кстати, совместно с вами. Так вот, отдел продаж одного из подразделений столичного ГАИ с контрольной закупкой, как вы знаете, не справился. В принципе, отделы продаж ГАИ всегда неуклюжи, на проверки реагируют очень неумело, у них с этим большие трудности. Зато такой отдел явление повсеместное, и, как в рот очевидцы, нет ни одного подразделения полиции, некоррумпированной, состоящей только из честных, прошедших переаттестацию людей. Так вот, нет ни одного подразделения полиции в нашей стране, в котором не было бы отдела продаж. Конечно, продажи бывают разные, но уж если торговать, то правами это, в первую очередь, наиболее очевидно. Увлекательно, что из вот этих четырех пойманных людей, полицейских, конечно, прошедших переаттестацию, абсолютно кристально честных, сейчас за них пытаются получить награды сразу два подразделения, два ведомства. С одной стороны, доблестью сверкнули УСБшники, а с другой стороны, СКРовцы. То есть, это ментовские против прокурорских. В основном, сейчас, конечно, лавровую веточку грызут прокурорские, массово сверкая доблестью в телеэкранах, но так и тихонечко полицейские тоже пытаются отъесть немножечко лавровой веточки, давая свои альтернативные интервью и проводя свои альтернативные мероприятия. При этом, на всю страну, торгующую правами на каждом углу, торгующую правами в советское время, во все наше нынешнее непонятное, не очень хорошо характеризуемое время, на всю страну поймали четырех человек, которые продали одни единственные права. У них ведь фигурант только один, подсадная утка. И вот эта подсадная утка купила за 28 тысяч. Больше никого нет. Разговоры-то идут, конечно, о том, что да, сотнями, миллионами, миллионы, соответственно, клали, сотням продавали, есть только одна зацепка на всю нашу страну, на всю эту блистательно отработанную десятилетиями систему. Теперь вопросы, по крайней мере, мои вопросы. Почему, если все это было всегда, поймали только теперь? Почему нам в апреле предъявили прошлогоднее дело, мелькнувшее эпизодом в оперативной разработке лета и осени 2012 года? Тогда про него ничего не говорили, но события-то эти, летние, полгода тому назад, все это было давным-давно. Причем, значит, подсадная утка там отработала, тем самым она дала повод для возбуждения уголовного дела, а оперативно-следственные мероприятия начались когда? Начались только 11 числа апреля. То есть через полгода. Полгода тому назад уже была причина для того, чтобы схватить, покарать, все найти. Нет, полгода молчали. Интересная ситуация, да? Значит, может быть, речь идет о другом. Вот почему это возникло именно сейчас? А может быть, потому что есть какие-то более важные события в нашей стране, которые нужно скрыть. Всем очень интересно, что происходит с правами. Все сейчас занимаются праведностью и обличительством. Все с интересом на это смотрят и слушают. По телевизору нам показывают каждый день. У нас там специально обученные люди, которые тарабанят нужные тексты. А что произошло в действительности? Может быть, мы опять, как это было в 2004 году, Китаю подарили кусок нашей земли? Может быть, мы проиграли какую-нибудь европейскую газовую войну и теперь у нас оскудеет бюджет? Может быть, мы, ну, наш, например, стабилизационный фонд перевели наконец-то в Россию и раздали в надежные руки управлять этими деньгами? То есть, что-то такое совсем грандиозное, что ни в коем случае не должно быть замечено. Причем, не должно быть замечено ровно настолько, насколько это уже потихонечку освещается. Ведь это событие произошедшее, какое-то страшное, какое-то чудовищное, оно где-то чуть-чуть дало маленький информационный всплеск, и тут же его закатали в асфальт событиям вокруг гаишников. По крайней мере, такая вот операция прикрытия, она вполне имеет под собой основания, вполне может быть. Еще вопрос. В итоге кого поймали? В каком звании? Младших лейтенантов, вчера получивших погоны и доступ к населению? Или, может быть, чуть постарше? Почему-то заранее ясно, что не пострадает ни один подполковник, ни один полковник. Когда два года тому назад КГБшники взяли в плен целый батальон ДПСников Волгограда, вы помните, они обнаружили, что это вертикаль, что самый низового звена лейтенантишка после смены обязан отчитаться и отдать деньги на гора своему капитану. Капитан отдает майору, а майор... А майор — это вершина вертикали. Ни один подполковник в съемках фильма не пострадал. Не говоря уже о полковниках. Ну и про генерала тоже речи, естественно, нет. То есть коррупция резко обрывается на майорских погонах. Вот лейтенанты, капитаны, майоры, ворюги, подполковники, кристальные ребята, полковники честнейшие. При этом, видимо, подполковник никогда не был лейтенантом. Либо попал в эту структуру, минуя отмороженные сопли на морозе и, соответственно, перегретые мозги на жаре. Ну не стоял он с палкой на улице, не было такого никогда. Сразу родился кристально честным подполковником. Вот здесь уже понятно, что высоко это не пойдет. Вот этих четырех, скорее всего, где-нибудь парочка из них какие-нибудь старшие госы, то есть майоры, старшие госинспекторы, еще парочка каких-нибудь капитанов. Вот это уровень, нахлобученный нам на мозги коррупции, обезвреженный сразу двумя ведомствами. Охота на покупные права, между делом, выяснила очень интересную тенденцию к инфляции. В советское время, на излете советского времени, вот сейчас, когда в конце 20 века права было, в принципе, модно только покупать, а ни в коем случае не сдавать на них, это стоило порядка 600 долларов. Нам обозначили ценник 28 тысяч рублей, это под тысячу, то есть где-то там 900 с большим. Оказывается, здесь тоже есть инфляция, тоже растут цены. Вот так вот оно как-то вот случилось. Причем, вот по ходу пьесы, наш представитель, очень доблестный из СКР, сказал, что там настолько все это было коррупционно, настолько вот все это было грязно, и вот как-то так некрасиво, что там и экзамены были подтасованные, и теория была какая-то кривая, и даже медсправки там были и те нечестные. У нас, если помните, был такой генерал Нарх. Он носил фамилию Кирьянов, он был начальником ГАИ всея Руси. Он, поскольку не мог дотянуть логически ни одну фразу, и лингвистически, кстати, тоже, не мог дотянуть до третьего-четвертого слова, не споткнувшись в неопределенный русский артикль, то, соответственно, в связи с этим артиклем, наиболее часто употребляемым им в речи, его и прозвали генерал Нарх. Так вот, генерал Нарх тоже на излете своей карьеры попытался побороться с медсправками и придумал им какую-то степень защиты. И за всю свою многотрудную генеральскую карьеру товарищ Кирьянов, видимо, был не в курсе, что вообще-то медицинские справки не подделывают, их покупают. И единственное, что он изменил, это стоимость медсправки. И представители СКР в телекадре, тоже бушующие по поводу неправедности милицейских поступков, он что-то там такое пытался рассказать там про медсправку, тоже, видимо, не очень в курсе, что не надо подделывать. Какие бывают поддельные медсправки? Они просто покупные. Это услуга, которая нормально продается. Причем у нее очень даже демократичный прайс, там порядка тысячи рублей для столицы, но в регионах там на самом деле бывает и за 400 рублей. Вообще вот медсправки, они идут таким сопутствующим приложением к правам еще со времен ДОСАВ. Очень давно, когда люди ходили в поликлинику, когда были шоферские комиссии, там сидели нормальные настоящие врачи, и был, с другой стороны, у профессионалов, например, предрейсовый контроль, да, действительно, этот инструмент как-то проверял некое состояние здоровья какой-то части населения, пытающегося сесть за руль. Тоже было, конечно, не стопроцентно. С тех пор это просто обычная платная услуга. Ни генерал один, который нах, ни генерал другой, который в телевизоре, они, видимо, как-то об этом не очень знают. Говорящая голова в телевизоре второй день подряд рассказывает, что теперь будет проведена проверка всех выданных водительских удостоверений, накроет всю Москву. Если найдут еще хотя бы одного какого-то нечестного вороватого, купившего, соответственно, отберут решительно. И вот подобная глупость вот с этим единственным человеком, которого уже поймали, и вот эти вот странные угрозы, они наводят все-таки на мысль о том, что действительно есть что-то сильно скрываемое от нас. Потому что только очень неосведомленные люди не в курсе, до какого уровня совершенства отработана система покупки прав. Это раньше, знаете ли, вот в те времена, когда враги отчизны переходили границу с динамитом за плечами, с тем, чтобы взорвать мавзолей, вот тогда пограничники хватали их при помощи овчарок, скакали на лошадях, рубили саблями и доблестно защищали Родину. Вот в те времена, возможно, и были какие-то косяки, когда выписывали от руки или, например, подделывали при помощи ластика печать. На сегодняшний день все те, кто купил права, у них полный пакет документов, у них нормальная медсправка, к которой не подкопаешься, у них полностью все табели заполнены, где четко написано, что он посетил все теоретические занятия, дата, подпись, он прошел все практические занятия, дата, подпись, он допущен к экзаменам, у него есть специальный документ об окончании, о том, что он прошел внутренний экзамен, и все это проведено по базе ГАИ. Нам пытаются сейчас сделать вид, создать такую лидию, что это всего лишь 4 человека, то есть, конечно, сама по себе структура ГАИ не причастна, и только 4 отщепенца дорвались до неправедного заработка, ха-ха, 3 раза. Ребят, рассчитывать на то, что мы все с дуба рухнули, ну, это, конечно, вас не красит и нас не красит, но все это вранье на постном масле. Система блистательно отработана, никого вы не найдете. Вы найдете только тех, кто сдастся, кого вам сдадут. А вот все эти ваши угрозы, что мы сейчас пойдем, проверим все автошколы, все базы, да ищите. Да у нас полстраны по таким правам ездит. Вы об этом, кстати, знаете. Но делайте вид, что не знайте. Да, да, пожалуйста, ребят, ищите. Сейчас, знаете, как ни странно, перерыв на новости, потом еще пару слов об этом интересном деле. Телефон студии 6510996. И, несмотря на то, что уже пара звонков есть, тем не менее, я прошу позвонить мне, тех, кто осмелится рассказать о том, как он покупал права. Инкогнито, пожалуйста, не называйтесь, просто расскажите, давно это было, почем и как система это выглядела. Так вот, в связи с тем, что у нас внезапно совершенно на всю страну целых четыре гаишника оказались торговцами водительскими удостоверениями, целая информационная буча, разразившаяся уже два дня подряд, требует, как мне кажется, определенного уточнения. Пока силовики в телевизоре имитируют праведный гнев, и пока журналисты в кадре пытаются показать главное управление на Садовом кольце, рефреном идет сообщение о том, что прошли обыски, практически облавы и задержания. Так вот, из-за этого у многих возникает ощущение, что трясут центр. Нет, на самом деле залетел третий мототреер, который сидит на Пришвине 14, это северо-восточный административный округ, это там все происходит. И вот теперь, как мне кажется, одна из тоже достаточно жизнеспособных версий. Значит, первая версия, это то, что для отвода глаз там сейчас всем рассказывают сказку про гаишников, потому что есть какое-то более важное, более страшное информационное событие, утаиваемое от нас. Второй вариант, то, что все просто придурки, поэтому нас держат за дураков и хотят рассказать о том, о чем мы знаем, а они якобы не знали, то есть о торговле в одесском индустрии. Третья версия вот какая. Есть достаточное основание полагать, что торговля правами здесь вообще ни при чем. Это спор хозяйствующих субъектов. Территория Пришвина-14 понадобилась неким очень специальным людям для того, чтобы все там снести и построить другое совершенно конкретное и более прибыльное в бизнесе и более затейливое некое здание. Всерьезно ехать не получается, потому что все-таки, во-первых, это муниципальная собственность, во-вторых, она охраняется немножечко гаишниками, хотя гаишники, ребята, недееспособные, но надо заниматься вопросом, как можно им заняться. Поскольку понятно, что на этой территории существует мототре, соответственно, есть экзаменационная работа, понятно, что торгуют правами, проще было зайти именно с этого козыря, а именно взять и посмотреть, как они торгуют, схватить, кого надо, и после этого, а после этого получить уже доступ, соответственно, и на территорию, и к документам. После чего, что нужно? Нужно создать общественное мнение, якобы общественное мнение, хотя с общественным мнением у нас очень тяжело, и поднять волну праведного гнева до такого уровня, когда просто нужно будет срочно уволить, во-первых, начальника мототрера, а во-вторых, в наказание его расформировать и вообще прогнать с этой земли. И вот тогда картинка сложится. По крайней мере, версия очень дееспособная, и вот тут вот больше никогда не будет никаких опозоривших нас в веках мототреров, а здесь будет город-сад, ну, например, какой-нибудь там бизнес-центр. Очень даже может быть. И посмотрите, как вот сейчас уже развивались события. Сегодня у нас с утра Колокольцев звякнул в колокольчике, устроил по этому поводу разборку. Он натопал ногами на кого? На зама. У нас есть главный московский гаишник, выписанный нам из Ярославля, Ильин. Это такой специалист по голубям и по этим вот очень специфическим свисткам, как вот голубей, например, в полет отправить или домой позвать. Там нужно уметь свистеть. Ильин умел, Ильин притащил с собой зама оттуда, Мартюшева, и вот сегодня этого зама грозно покарали за то, что он так плохо ведет воспитательную и организационную работу, связанную с водительскими удостоверениями. А дальше Колокольцев ничего не сделал Ильину. Он на него посмотрел, грозно изобразил хмурую бровь и все, и не тронул. То есть вот начальник московского ГАИ здесь не при делах и понятно, что не стоит задача разобраться всерьез и выше это не уйдет. То есть будут виноваты вот те четыре человека, там скорее всего два майора, два капитана и дальше ни в коем случае административный верх ни при чем, а одну пешку уже убрали, пусть даже она и с полковничьими погонами. В одном можно быть уверенным. Система продажи водительских удостоверений будет тщательно сохранена и останется по-прежнему доступной для абсолютно всех желающих по всей нашей стране. Пожалуйста, права можно будет покупать по-прежнему. Телефон 6510996. Давайте попробуем пообщаться. Здравствуйте, что вы хотите сказать по поводу водительского удостоверения? Вы свои-то как получали права? Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Меня зовут Григорий, город Москва. Григорий, права по чем покупали? Ну, я не покупал, я сам сдал в 96-м году. В 96-м? Да. Но знаю, собственно, как это происходит, я думаю, вы тоже знаете, ни для кого это вообще абсолютно не секрет. Все это происходит в автошколах. Нет, это секрет. Минуточку, об этом не знает. Колокольцев об этом понятия не имеет. СКП понятия не имеет. Вы что, Ильин ничего не знает? Если бы у Ильина не оказался выписанный специально из Ярославля полковник, которого сегодня позорно уволили, да вообще бы никто не узнал. Никто не знает. Григорий, что за обобщение? Никто не в курсе. Вы знаете, я знаю. Они не знают. Я думаю, что они не знают просто потому, что им эти права вообще не нужны. Они, наверное, просто при рождении даются. Они родились не сразу генералами. Некоторые из них родились приличными людьми и, в общем, имели какие-то определенные перспективы на жизнь и даже обнадеживали окружающих. Это потом так получилось, что они оказались там, где оказались и в том, в чем оказались. Но на права-то они как? Когда-то ведь тоже ездили. Когда-то тоже рулили. Кстати, интересно будет посмотреть их экзаменационные карточки и допросить с пристрастием тех, кто их учил. Много любопытного может выясниться. Да, Сергей. Ну, Григорий, вы-то на права долго учились? Вы проходили сколько теорий, практики? Сколько месяцев заняло все это? В 96-м? По-моему, это длилось где-то три месяца или два месяца. Григорий, вас научили водить машину? Вы знаете, на удивление научили. Я даже сдал с первого раза сам и даже был удивлен этому. Но на самом деле из групп человек в 30 сдало с первого раза человек в 4. Так вы считаете? У вас, наверное, машина не ломается. Ну, как сказать, иногда ломается, но не часто. Вы как раз из тех, когда у 30 уже сломалось, а у вас в вашей четверке оно еще не сломалось. И машина хорошая, и солнце светит. Кстати, как сегодня солнце светит в Москве. Красота. 65, 10, 9, 9 и 6. Давайте все-таки поддержим тему водительских удостоверений. Вдруг мы не только Маркину и, например, Колокольцеву расскажем о том, как оно. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, Дмитрий. Вы знаете, я вот тоже хотел поделиться. Я, например, купил. Почем? Я не помню, это было 10 лет назад, но у меня ощущение, что это было долларов 200, наверное, где-то так. Ух ты. А скажите, вас сразу подтолкнули к мысли о том, что надо купить? Вы через автошколу покупали, или вы пытались, например, честно поучиться, а потом выяснилось, что это бесполезно? Я на этапе планирования того, чтобы поучиться, понял, что это делать бесполезно, и я заплачу примерно те же самые деньги. И я понял, что проще, наверное, все-таки будет купить, чтобы не тратить свое время. А покупали-то в автошколе, или как? В автошколе, да, я пришел, сел за компьютер, прошел по всем вопросам, у меня только оценка не выскочила. Я так искусно посмотрел на, не помню, по-моему, на подполковника, он не глядя на меня, так морснул головой на выски. Вот, я вышел, и нас было человек 4, может быть, или 5, таких, как я, видимо. Мы все аккуратно прокатились на двухпедаль, ну, на машине с представителем автошколы, и потом все разошлись благополучно, получив права, наверное, уже позже. То есть вы сдали все? Да, я все сдал. А при этом, где вы получили навык управления автомобилем, если вы сели в машину на экзамене и все-таки показали какую-то осмысленность действий? А я, зная то, что я буду все-таки покупать, я с частным инструктором покатался очень тщательно по Москве, поизучал, собственно, права, где я и получил такой полноценный навык. А сколько? Первый слой опыт я зарабатывал, скажем так, аккуратно во дворах, так, чтобы все привыкнуть к новой машине, которую мы купили позже. Дмитрий, а сколько часов вы с инструктором накатали? Ну, сколько занятий хотя бы? Приблизительно. где-то три занятия, может быть, по часу, по полтора. Катались по Москве, на двухпедальной тоже в машине. На двухпедальной, то есть на автомате? Ну, нет, на двух, я имею в виду, с другой стороны. два варианта управления, все понятно. Ну, что ж, и как у вас после этого сложилась шоферская судьба? Сколько вы бабушек задавили? Как у вас ДТП, не дай бог? Вы знаете, за вот 10 лет у меня права менять. Два раза меня въехали, потому что приходилось резко тормозить на мигающий зеленый. Эк вы удивили-то публику. На мигающий зеленый, у нас на мигающий красный едут нормально. Ну, я предпочитаю так не делать. Я все-таки как-то стараюсь уважительно относиться к проезжающим меня автомобилям и пешеходам. Понятно. Ну, да, пару раз вы сильно уважили всех вокруг. Да, Дмитрий, ну что ж, спасибо вам за этот честный разговор о том, как у нас покупаются, продаются права, но Колокольцев об этом не знает. Он в милиции, в принципе, недавно, генерал-лейтенант наш, он понятия не имеет о том, что у нас есть такая порочная практика. Это очень скрытая информация. Очень скрытая. Невозможно набрать. Абсолютно, да. Вот в интернете есть и у нас с вами есть, а у генералов нету. Потому что сегодня Колокольцев, например, он что-то там так как-то позвякивал очень активно, говоря о том, что у нас вот трупы на дорогах, а если вот такие, кому вы продали, возьмут и задавят кого-нибудь, даже странно. Вот у нас полстраны есть с покупными правами, а он там еще в полном серьезе пытается сделать лицо. по-моему, не получилось. Да, я вот как раз такой пример. Да, вы, кстати, достаточно безопасный пример, потому что вы все-таки адекватно себя ведете 10 лет практики тому подтверждения. Да, Дмитрий, так, попробуем продолжить этот разговор. Антон, здравствуйте, Антон. Добрый вечер, Сергей. А у вас-то права какие? У меня свои честно заработанные сдал с первого раза в 2005 году. Ух ты! Как интересно. Из 25 человек группы сдало только четверо. А почем платили эти трое? Вы-то не платили, а они? Не, они тоже сдали честно, остальная группа сдала через неделю, платили, по-моему, по 20. 20 тысяч просто за то, чтобы уже экзамены пройти? Да, именно уже в самом ГИБДД. Ой, к сожалению, перерыв на новости. Продолжим. Телефон Сергея Слоняна в прямом эфире 65 10 9 9 6. Андрей, здравствуйте. Вечерний добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше отчество, Андрей? Да, что быть? Как ваше отчество? Сергеевич, что ли? Андрей Сергеевич, рад вас слышать. Расскажите, почем права покупали? Ну, я на самом деле не покупал, я еще сдавал, когда у нас по инерции советская ГИБДД разваливалась. У меня уже, в общем-то, вторые заканчиваются. Ух ты. Сколько... когда было, ну, видимо, сейчас еще осталось самоподготовкой. Да, до сих пор... Есть экстернат, до сих пор прибить его не могут. Да. И вот, на самом деле, я сдавал довольно-таки, ну, очень строго, честно говоря, я сдал только на третий раз. Ну и что? Сдавал в городе Тамбове, но, видимо, это было связано еще с тем, что у нас начальник ГАИ менялся. Возможно, из-за этого. Ну, дело не в этом даже. У меня вот такая вот идея, ну, как бы не идея, а мысль возникла. Вот вы три версии озвучили, а может быть, на самом деле, это четвертая версия, просто хотят поднять планку для вновь покупающих. Это тоже обязательно отразится, потому что, когда генерал Нах замахнулся на медсправку, единственное, что изменилось, это ее цена. Раньше она стоила... Абсолютно верно. Да, раньше стоила 400-500 рублей, сейчас стоит 1000, 1200, 1600, по крайней мере, по Москве. Вот, видимо, расценки на права отстают, ну, вот, решили догнать до уровня. Да, тем более, что ребята сидят по кабинетам, с дороги не подкормиться, всерьез как-то, ну, где, какие доходы, зарплата маленькая. Вот им сейчас подняли до 50-60 тысяч, они сразу сказали, что нам этого мало. Кто будет работать за 60... Да, за 60... Даже инфляции не доходит. Да? Тем более, представьте себе, практически все они провинциалы, то есть это люди, приехавшие сюда, квартиры нет, ее надо снимать. Как попасть в ипотеку? Как заработать? это идет еще с 80-х лет, с Олимпиады. Тогда давали. Так, извините, тогда человек приходил, получал соцпакет. Тогда квартира давала. Конечно. Причем, сначала давали комнату в коммуналке, достаточно часто это было в центре. Человек сидел в однокомнатной, там, в двух комнатах в коммуналке. Потом, дослужившись до капитана, он точно уже получал отдельное жилье, у него были стимулы, у него была опаска залететь и лишиться всего этого. А теперь ты чего? Ну, это касалось только, наверное, сотрудников ГАИ, потому что у меня, скажем так, даже дальние родственники, которые работали в милиции, слава богу, уже лет по 20 на пенсии, так отпахали всю жизнь и ничего не получили. Они в какой период-то? Потому что вот в то время, когда я ко всему этому только начал уже юношеским любопытством присматриваться, то меня, например, когда я из армии вернулся, тоже загоняли в милицию, весь почтовый ящик у меня распух от предложения пойти послужить там и ППС. Да, это не только у вас одного, это очень многие. Конечно. И очень многие сразу писали в этом приглашении, что очередь на квартиру, то есть меня сразу ставят в очередь на квартиру, вне зависимости от того, нуждаюсь я или нет, а дальше уже перспективы. При том, что я пару раз общался с кадровиками, с милицейскими, не гаишными, а вот именно ППСовскими. Они говорят, да-да-да, мы ставим очередь на квартиру, но знаете ли, там перспектива зависит от того, ты рядовой или, например, сержантский состав или офицерский. Ну, естественно, а дальше начинаются одни но. Ну, если ты идешь в школу дураков, тогда да, то есть ты выходишь в отставку капитаном, там шансов больше. Если ты заканчиваешь вышку, высшей школы МВД, тогда, соответственно, квартира уже точно твоя. То есть такая перспектива у людей. Ну, в плане мои с чистыми погонами, так что, в общем-то. На чистых погонах перспектива практически равна нулю, потому что чистые погоны материал одноразовый. Задача отработать и пинком взад выкинуть. Антон, здравствуйте. Сергей, добрый день. Здрасте. А вы права покупали? Сергей, да, я покупал права. По чем? За 40. За 40 тысяч? Да, ну, получилось так, то, что я учился в МАДИ, был студентом, и как раз, пока был студентом, пошел учиться в автошколу при МАДИ. Так. Теорию сдал в МАДИ, и получилось так, что начала сессия, экзамен в ГАИ, я просто не пошел. И как-то у меня все пошло, и я на права пока решил отложить. А потом, после института, пошел работать, появились первые деньги, соответственно, захотел машину, и в ГАИ за неделю, за 40 тысяч, мы сделали права. А открыли одну категорию или несколько? Одну категорию, да. То есть, только категория Б у вас. А какой разрыв был временной между тем, как вы сдали теорию, и потом вернулись к этому вопросу, уже будучи взрослым, а не студентом? Год, два, три? Наверное, полгода. А, ну, то есть, очень незначительно, это нормальный, лояльный интервал, потому что у вас еще все документы на руках, вы могли и сами, в принципе, вернуться к этому вопросу. Ну, что ж, 40 тысяч, это тоже ценник. В каком году это было? В какие годы это было? Это было в 2009 году, заплатил я 40 тысяч, потому что у меня надо было срочность, как бы, ну, уже были деньги, уже хотелось машину, и мне предложили либо за 20 ждать месяц, либо за 40 за неделю. Я выбрал, соответственно, быстрый вариант. Не, ну, какой из нас нормальный человек будет ждать? Да ну что, это то же самое, что машину ждать. Подождите больше. Не хочется уже сейчас, конечно, получили права. Причем, ведь вас провели по всем электронным базам. У вас по полной программе весь пакет документов. И вот сейчас, когда эти умные люди полезут разбираться и ловить за хвост тех, кто неправильно получил права, они вас не вычислят ни в коем случае, потому что вы везде абсолютно легально проведены. У вас легальные права, и никто никогда, ни один комар, нос не подточит. Хотя... Совершенно верно, Сергей. Да? Хочу добавить еще, если позволите. Причем, я сам с Хабаровска, и у меня не было никогда в ГАИ знакомых. Я просто пошел в ГАИ, вот честно, не поверите, и мне удалось договориться. То есть, как на рынке, пришел, зашел там, увидел, договорился, получил все. Никаких знакомых, ничего не надо. Правильно, отдел продаж, отдел продаж ГАИ приходишь и говоришь, ребята, а почему тут у вас какая услуга? А вот прайс-лист. Ну, типа того, да. Сергей, а можно вопросик о машине? Конечно, конечно. Сергей, а что можете сказать о новом RAV4, который вот с дизельным двигателем? Конечно, никогда не ставилось дизелей. Да, по крайней мере, для нашего рынка не было, для Европы-то было всегда, а для нас, конечно, никогда. И вот очень любопытно будет понять, как этот дизелечек сейчас на нашей солярочке будет себя чувствовать, потому что, в принципе, это очень правильно. Дизелек хороший, и там, у него как раз по трансмиссии все в порядке. Вот желательно, чтобы кто-то первый купил и этой практикой подтвердил или опроверг теорию, потому что японцы ведь не случайно так долго конетелились и не шли к нам на рынок со своими дизелями. Правильно подозревали? Все правильно. Вот теперь, вот теперь мы узнаем, кто был. Понятно. Сергей, еще вам хочу сказать большое спасибо передать от отца, который купил себе по вашему совету Таурек, до этого у него был Прадо, и машины несравнимы, и он просто счастлив и сияет. Еще бы, после 130-го зела с гвоздями купить себе нормальный автомобиль. Да, я его понимаю. Я очень рад за вашего отца, то, что он пересел с этого чудовища на Туарек. Спасибо большое вам, до свидания. Ой, безаварийные вам езды, тем более, что купленные права. Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день, Сергей. Здрасте. Я как раз, наверное, тот долгожданный человек, который приобретал права порядка 5-6 лет назад на еще на 14. Ух вы, вы практически местные. А абонемент у вас есть на покупку следующих прав? Абонемент? Ну, скорее, скидку сделать можно, потому что я приобретал, ну, ситуация какая была. Я на тот момент не имел никакого практического опыта вождения и покупал исключительно с той логикой, что пусть лежат, никому не мешают, никого не трогают, а страховые оплаты за страховку последующие и последующие какие-то оплаты, они, ну, понимаете, они... Да-да-да. Очень правильный, кстати, ход. Чем быстрее начинаешь зарабатывать свой стаж, тем дешевле потом эксплуатация. Да. И просто совершенно случайно подвернулось, там, пара одногруппников сделали там и как порекомендовали. Но они-то делали через уже проучившись в автошколе, а я делал без нее. И это такое достаточно скользкий нюанс. А вообще, на самом деле, это все потрясающее мероприятие. Первый раз я туда подошел, как-то даже не разобравшись, не найдя контактное лицо, выверенное и выведенное, рекомендованное лицо, я 30-40 минут потоптался там на пятачке и, застеснявшись, ушел. Вот так вот совесть вас увела практически в тот момент. Но потом вы сделали насилие над собой, сказали, нет, все-таки нужно стаж, права, потом страховка будет дешевле. И вы пошли на второй круг. Да, именно так. Через неделю все повторилось. Я пришел уже, встретил контактное лицо. Но самое забавное, то что еще на подходе к ГАИ я смотрю, вот именно на этой улице Пришина на выезде из нее стоит машина автошколы и в нее влетела маршрутка. Эх. Там уже первая попытка уже прошла. Да, да. А почем, кстати, сколько вам права стоили в итоге? В районе 27, 19, 18, где-то так. Ну, как хорошо-то это было 5-6 лет тому назад. И вот насколько быстро вся процедура, насколько хорошо была отработана система? Вы пришли и обратились, и вот как дальше развивались события? Вас быстро пропустили через систему, через 5 минут вынесли или что? Да, именно так. Вот именно сам приход в ГАИ абсолютно. Все на автомате. Заходят те, кто в паме, потом заходят те, кто куда хочешь нажимай везде правильно, потом вышли втроем сели, шестерку какую-то там раскочегарили, ну, я пояснил уже, то, что машина была в аварии, на которой предполагают сдача. И потом самое веселое началось там. Кое-как, лишь бы как, ну, первые ребята они хорошо проехали, вот, и все, через неделю в окошко. А вы при этом водить-то умели или вообще нет? Минимальный опыт был. То есть вы там дрыгали сцеплением будь здоров, машина скакала козлом, и, в общем, все тихо отворачивались? Да, 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 именно так. И даже господину инспектору, который присутствовал, ну, который, соответственно, заставлял оценку, ему стало, мне кажется, даже страшно. После, спасло наличие вторых педалей в какой-то момент. Да. Ну, и тем не менее, вас выпустили на дорогу, а потом вы уже где-то приобрели этот навык или вы по сей пору теоретик? Нет, дальше я уже с покупкой машины начал там по вечерам тихо-мирно на площадке, и до этого с товарищем там ездили там в парковке у магазинов, ну, как это все уже логично. Ну, и насколько успешны вы, что у вас там с аварийностью в итоге? С аварийностью? Да. Ну, за, получается, за вот этот весь стаж меня три раза и я один раз. А вы... Один раз на парковке, то, что не посмотрел, когда сдавал задним ходом, товарищ подъехал и шутку, скажем так, встал в 10 сантиметрах от меня под правым задним углом. А я приехал совершенно на автомате, включил заднюю и потом только, ну... Шутка удалась? Товарищ, наверное, долго смеялся после этого. Да, 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 он был рад. Она у него уже была битая в перец, а у меня каска была, то есть, ну, он был доволен. А вот как вам кажется, все-таки, положая руку на сердце, насколько вы и на каком периоде были опасны для окружающих как водитель? И полегчало ли с тех пор? Или, например, вы по сию пору мина замедленного действия или все-таки адекватно взяла свое? Вас как? Остерегаться надо и во что бы то ни стало выявить? Или лучше не заморачиваться, потому что вы по поведению своему в потоке уже не отличаетесь и угрозой не являетесь? Как вам кажется? Знаете, в эллицетийном потоке при движении по городу, по Москве, то это все совершенно инструктивно прибивается. А с выездом на другие магистрали и на прочие там, конечно, это все риск повышает, на мой взгляд. Ну, вы-то опасный водитель или нет? Я считаю, что да. То есть, а если бы вас автошкола учила, то, может быть, вы были как-то более подготовлены к этому, вы бы прогрессировали как водитель и стали бы безопасны или, например, вы безнадежны в принципе? Знаете, по практике, судя по отзывам от моих товарищей, которые учились в автошколах, в большинстве случаев это, конечно, все не имеет никакого эффекта. Но если по-честному подходить к данному вопросу, если дополнительно брать какие-то курсы вождения потом вот в интервале... эх, то вы бы справились. Перерыв на новости. Телефон 6510996. Обратите внимание, что пока счет 1-1. 50 на 50. Половина позвонивших честно сдала, половина позвонивших свои права купила. Продолжаем это исследование. Константин, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Да, что с вашими... Я бы хотел сказать, что сдавал я на водительское усырение, это был 2000 год. Сдал я честно, с первого раза. Единственное, что я вот не смог с первого раза заехать на эстакаду, потому что перевыновался. Ну, знаете, как там завершаешься на эстакаду, дергаешь ручки. Трудно, конечно, знаю, знаю. Да, но потом я попросил там, товарищ капитан, попробовать еще раз, объяснил ситуацию. Он говорит, ну, ладно, давай уже. Я влетел на эту эстакаду уже, там, затряслась вся, потом поехали. Ну, в общем, я сдал. Без проблем. Получил я эту водительскую. Скажите, в результате вы получились как водитель? Вас в автошколе натаскивали сдавать экзамены или водить машину? И когда вы получили право, вы вышли на улицу с каким багажом зданий? Вот, хочу сказать, как-то у меня двоякое впечатление от этих автошкол наших. Я преклоняюсь перед теми людьми, которые, ни разу не съездят за рулем, идут в автошколу, а потом получают водительское усоверение с первого раза или со второго. Я имел опыт вождения на автомобиле. Вот так я брал у отца автомобиль и, ну, как-то, в Московской области ехал кататься на нем. Не было у меня водительского усоверения. То есть, он мне так разрешал на свой страх и риск. У меня где-то, ну, часов стоя, наверное, ездил на автомобиле. И научились? Ну, в общем, да. То есть, и автошкола просто слегка дошлифовала этот навык и подготовила вас к сдаче экзаменов. Да, да. И вот как подготовился к этому к ЕГЭ, несколько раз пробежался по этим вопросам. Ну, это да. Тупо и запомнил и тупо отшлепал на компьютер. Все. А что, у вас вся семья такая талантливая? В плане чего? В плане сдачи экзаменов? Да, в плане сдачи экзаменов. То есть, покупных прав в семье нет. Ну, вот, вторая история. Я рос-рос, а потом решил жениться. Ну, это сильный поступок. Ну, в общем, и появилась необходимость второго автомобиля. Жене там все время надо было куда-то ездить. И я ей решил помочь с правами. Ну, если бы она не отучилась ранее в школе, я бы даже бы не пошел бы на такой шаг. Хочу сказать, что компьютер в прохождении в СССР она сдала сама. Единственное, что вот площадка, конечно, завалила она ее. Ну, сам помог. Женщины вообще очень хороши в теории. Они билеты обычно сдают лучше мужиков, а мужики, как правило, все-таки на практике отыгрываются. То есть, получается, что ее тоже учили. Она как-то более-менее освоила, но перенервничала теорию сдала, а практику нет. И? И почем? Сколько стоило все это дело? Ну, там 15 рублей это стоило. В ГАИ или в автошколе? Это в ГАИ было. А вы договаривались с гаишниками или с преподавателями в автошколе? Нет, не с преподавателями. Там все было через знакомых. Ну, естественно. Мы такая страна, у каждого второго есть специальные знакомые. Ну, конечно, да. Даже если их сейчас... Конечно, если их нету, то мы их найдем. Это как всегда. И всегда есть кому позвонить, то есть получается, что вы были человеком со стороны, но поскольку система ГАИ была отлажена, вам сказали, как пройти в отдел продаж и как именно эту услугу получить за 15 тысяч рублей? Ну, наверное, так, да. Это быстро. Это в Москве было? Да, это Москва. То есть, вот все-таки, видите, Тамбовские сдают по-честному, а мы с вами здесь в Москве позволяем себе подобные неправедные вещи. Но заметьте, министр колокольцев об этом понятия не имеет. Он вообще не в курсе, что такие вещи происходят. Так, Александр. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Столк. Сразу скажу, я приобретал за деньги. Значит, как это было? У меня была работа серьезная, это было 2003 год. Я просто, ну, имел достаточно денег, как бы, вот. И мне, собственно говоря, по дешевке попался хороший автомобиль. я на нем отъездил где-то с полгода, потом, ну, надоело мне с милицией, понимаете, там, расчеты какие-то вести. Я решил озадачиться, собственно, получением водительского удостоверения. Как нормальный человек, я пошел, тогда был термин, такой, самоподготовка, не знаю, сейчас он есть. Сейчас есть, да. Я добросовестно несколько ночей, там, несколько недель даже учил, еще перед экзаменом, если там, две-три ночи я учил. Билеты, все, сам себя проверял, жена меня проверяла. В общем-то, ошибок не должно быть. Ну, скажу, что перед этим я водил машину, как бы, сам научился, и у меня ни одной аварии не было. Ну, значит, я прихожу сдавать экзамен. Вы знаете, не сдаю. Не сдается. Нелетная погода. Да, были странные вопросы. Например, я сдавал на категорию Б, но стоял вопрос, сколько должно быть противотуманных фар на автобусе. Понимаете? Да, есть. Я знаю, что их две вообще в природе, и на автобусе, и на троллейбусе, и на трамвае, и там где еще. Но я как-то вот растерялся, и не смог ответить на этот вопрос. Вот подколки были, вот такого плана. То есть я позвал инспектора и говорю, извините, я на какую категорию сдаю? На Д или на Б? Он сказал, ну я не знаю, здесь написано, значит вы должны отвечать. Да, конечно. Да, вот так вот как бы. И вот эта вот перезнача продолжалась три раза. Ну как вы совершенно заметили, у нас правильно, у нас в стране есть как бы кому позвонить, специальные люди там, и в общем на одной из, так сказать, гулянок меня познакомили с одним хорошим человеком. Вот он, как всех, очень хороший. А он учился в одном классе с начальником ГАИ того города, где вот это все происходило. А кстати, какой город? Да нет, ну на юге я не буду называть, ну хотите, ну сейчас я не думаю. Не, то есть не Москва, потому что колокольцев, например... Это было не Москва, но там как бы серьезно все. Вот. И значит, я с ним немножко попил, поел, на рыбалку съездил, и значит, рассказал о своей проблеме. Он говорит, ничего страшного, пойдем. Пошли мы, значит, поднялись в кабинет к этому человеку, к начальнику ГАИ города, поговорили, он меня представил, объяснил, что я хороший человек, и мне надо помочь. Значит, хорошо. Значит, как эта процедура происходила? В начале ГАИ берет бумажечку 3 на 4 и ставит тупо там свою подпись. И мне говорит, спустись на этаж ниже в какой-то кабинет, там сидит майор такой-то. Я, значит, с этой бумажечкой 3 на 4 прихожу к майору, даю ему эту бумажечку. Он, а, все понял. Он эту бумажечку, соответственно, уничтожает, дает мне такую же точно, но со своей подписью. И говорит, идите на экзамен. Я прихожу с этой бумажечкой, экзамен уже начался. Я только открываю дверь, на меня инспектор открывает рот, типа, что ты пришел, и пошел ты отсюда. Я спокойно к нему подхожу, извините, пожалуйста, даю эту бумажечку. Он смягчился, как ошпаренный. Он меня сажает, дает мне все, что на компьютеров там не было тогда в это время, на бумажках писали все это. Он, значит, мне тихонечко на ушко сказал, дает бумажку с правильными ответами и на ушко сделает две ошибки. Да. Хорошо. Я делаю так, как он велит. Значит, я все это сделал, все вышли, 20 минут дается на вот это вот, на теорию. Значит, я выхожу, все, значит, а там система такая, значит, после экзамена проверка, там тоже полчаса, потом выходит вот этот самый инспектор и говорит, кто услышит сейчас свою фамилию, тот сдал, кто не услышит, тот не сдал. Ну, я услышал свою фамилию и как мне очень странно показалось, первым. Вот. Значит, теперь, после этого я пошел, теперь бумажку с подписью он забрал, он дал бумажку со своей подписью. Я пошел на практический экзамен, теоретический я сдал. Там тоже какая-то развалюха была, значит, я даю документы этому водителю, инструктору, значит, и, соответственно, сверху ложу вот эту бумажечку. Значит, у меня практический экзамен длился, я даже засек, менее одной минуты. Я проехал 40 метров, он сказал, достаточно. Вы показали блестящее здание, вы великолепно будете? Ну, нет, он не сказал там блестящее, он сказал, достаточно просто. Ну, он все понял, то есть, конечно. и далее, значит, я вот слышу от людей, там, через неделю получали водительское, после там отличной сдачи экзамена, значит, я приехал к 8 часам, значит, до 12 экзамены идут, а после обеда, после 4 часов, у нас там выдача была, кто сдал. Значит, я сдал экзамен в 10 часов утра, все, практически, теоретически, а этот человек, с которым я пришел, он меня еще ждал, я говорю, а что мы будем ждать? Он говорит, ну, хорошо, сейчас позвоню, позвонил, я в 11 часов с водительским удостоверением уехал на своей машине, обошлась мне эта процедура всего-навсего в 100 зеленых американских рублей на 2004 год. Ну, это практически даром. Практически даром, значит, я до сих пор, вот, я считаю, у меня за 10 лет езды три аварии, значит, в них один раз я виноват, и то я своим зеркалом сбил, какого-то там кому-то. Вот, да, то есть, я как бы езжу аккуратно, из потока не выделяюсь, в общем, штрафов у меня там я посчитал, специально подъехал на пост ГАИ, на МКАДе, остановился, за что я их никогда там не коллекционирую эти протоколы, я говорю, там неоплаченные есть, потому что мне скоро менять, пожалуйста, посмотрел, вы знаете, у вас неоплаченные там за два года назад там чего-то, но это уже списалось, их как бы нет, вы перезаграны, честный человек. Вот, собственно, вот такая вот процедура. То есть, за 100 долларов вы освоили эту систему? За 100 долларов я все это получил, но я, я говорю, я перед этим ездил на машине, сам научился, и где-то около полугода я ездил без прав. Но мне просто надоело с милицией там им платить все время за вот это. Скажите, Александр, вы, в отличие от генерала Колокольцева, знали о том, что существует такая система, когда, в принципе, вам могут помочь? Конечно знал. Это у нас, как человек из садика приходит в первый класс, он уже знает, что есть такой человек, есть такой, ты себя плохо ведешь, если тебе мама с заучем знакома, ты себя хорошо будешь вести, значит, если ты троечник, что ты будешь четверщиком, и т.д. Да это все знают. Это только вот Колокольцев не знает, и ВВП не знает, что у нас вот такое вот. А все остальные знают. Ну, они, кстати... И мешает им от этого избавиться, вот они такие хорошие, а все вокруг вот у них подчиненные плохие. Вот я считаю, что им мешает от плохих подчиненных избавиться только то, что они сами плохие. Вот я так считаю. Ну, знаете, один из них лидер нации и еще чего-то там тоже лидер. Ну, 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 полно. Все понимают, о чем мы говорим. Эх, спасибо вам, спасибо всем. До встречи в понедельник. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!